Всем привет дорогие друзья! С вами как всегда я, Виндей. И сегодня зашел в игру Стэндов 2, чтобы показать вам долгожданное обновление 0.22.0. Оно наконец-таки вышло, и вы сами можете зайти и поиграть. Но не буду вас томить, давайте посмотрим пас. Первое, что образуется в глаза, это вот эти вот скины. Но больше всего мне, конечно, нравится вот эта эмочка. Фишка вот этой эмочки в том, что сзади есть вот такая вот, как наклейка, серебряный рисунок. Очень похоже на наклейку. Но это не наклейка, это просто как рисунок. Огромное спасибо разработчикам за такое старание. Дальше сделали наклейки, но наклейки не такие красивые, вот кроме мне вот эта вот наклейка понравилась. Ну вот это вот не очень красиво, Аркана. Вот мне нравится Бум и вот это Ход, потому что они реально красивые. Также добавили, еще я вижу, граффити. Да, граффити добавили. Но что-то они мне не очень нравятся. Какие-то серые, скучные. Ну, что тут еще добавили. В 15-м левле у нас стоит вот такая вот медалька. Нью-Йорк с 2023 года. Бронзовая. Ну, еще нам добавили вот такие вот брелочки. Ну, и сразу видно, что три брелка были в трейлере. Это вот эти вот кубики, снеговик и цыпленок. А также еще есть Гоут Пасс, где видно, что есть ножики. Ножики новые и достаточно красивые. Также разработчики добавили слоты для медалек. Теперь, как вы видите, можно поставить целых пять медаль в своем аккаунте. Но видно, в игре будет только одну, которую вы отметите желтой галочкой. А вот в профиле будет видно все пять медалек. Также разработчики добавили новую систему опыта. Всего 600 левлов. В конце есть рамочка фиолетовая. Ну, и вот вы видите сейчас все награды. Вот начнем. На пятом уровне у нас граффити. На пятнадцатом у нас вот такая вот наклейка. На тридцатом вот такой дизерт игл. Ну, и многие другие награды. Вот брелок, например. То есть вы проходите, набираете свой уровень. Вот на тридцать пятом, по-моему, левле у нас М-очка. М-16. Также разработчики добавили два новых режима с двумя новыми картами. Сейчас мы посмотрим на карту Snow Yards в режиме потасовка снеговиков. Ну вот, ребят, мы уже зашли на эту карту. Она очень красивая. Мне вот эти вот гирлянды нравятся. И вот этот лед. Очень даже красиво. Вот такие вот еще есть прыжки. Можно прыгать по крышам. Вот так вот. Ну, и в принципе, карта очень красиво выглядит. А сам режим заключается в том, чтобы убивали снеговиков. То есть есть две команды снеговиков. Друг против друга они борются. И есть пистолет типа Desert Eagle с таким же уроном. В этом и есть суть режима. Выигрывает команда, набившая 100 снежков. После каждого убийства снеговика выпадает один снежок. То есть та команда, которая наберет больше снежков, та и выиграет. Ну, а мы переходим к следующей карте, следующего режима. Ну, вот мы и перешли на следующий режим. Другая карта уже, как вы видите. И, как вы понимаете, это также старая карта, просто переделанная в зимний лад. Вот у нас есть вот такой вот красивый город за пределами карты. Разработчики очень постарались. Он выглядит очень красиво. То есть я не знаю, как он не ест FPS, но все стабильно работает. Также мне нравятся вот эти вот пальмы заснеженные. С фиолетовым оттенком. То есть очень-очень красивые. Еще можно заходить в вот это здание. Как вы понимаете, раньше этого делать нельзя было в командном бою. А теперь можно. Ну, как в прошлом году. Вот сюда вот, к сожалению, запрыгнуть нельзя. Ну, и, в принципе, пошлите посмотрим елочку. Елочка очень красивая. Тем более, они доработали вот эту подставку, добавили разработчики. В прошлом году, по-моему, ее не было, если я не ошибаюсь. Добавили вот такие вот красивые шарики и вот такую гирлянду. А еще вот есть лед с блестками. То есть очень красиво, по моему мнению, это выглядит. Ну, а теперь о самом режиме. Сам режим — это безумный Санта. Санта бегает с пулеметом, как в зомби-заражении. И его задача — убить как можно больше противников. А задача спецназа — убить Санту и подобрать его шапочку, чтобы самому стать Сантой. То есть режим такой уже был, но это было со снежками. А сейчас добавили так, что теперь Санта бегает с пулеметом. Поэтому режим чуть-чуть изменили, но он также остался крутым. Ну, и на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравился контент, чтобы не потерять меня. Ну, а с вами был, как всегда, я — Виндей. Продолжение следует...